Конференция ботаника в современном мире в Махачкале стартовал съезд Русского ботанического общества. Проходит он уже в 14-й раз, однако Дагестан принимает делегатов впервые. Участие в нем принимают ведущие специалисты из 60 городов России, также из Германии, Чешской республики, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана. Сакинат Малаева узнала, что обсуждали на встрече. Приехали директора и сотрудники крупных ботанических институтов России, кафедры институтов, ботанических садов и заповедников. Всего более 300 специалистов-ботаников. Активное участие в мероприятии принимают и дагестанские молодые учёные. Один из них – Руслан Османов. Он на суд коллег подготовил развернутый доклад по зимостойкости сеянцев абрикоса. Сегодня, по его словам, в республике выведено около 100 сортов этого сочного фрукта. Есть малая осведомлённость о перспективных сортах Дагестана. В настоящее время горный ботанический сад проделывает большую работу по выявлению стародавних сортов. Также занимается институт проблемой с селекцией абрикоса, выведением новых перспективных сортов, которые будут обладать хорошими хозяйственными ценными признаками. Спектр вопросов очень широк. Предполагается обсудить актуальные проблемы ботанической науки, вопросы глобализации экономики, сложные политические процессы в мире и многое другое. Приветствовал участников директор горно-ботанического сада ДНЦ РАН. Уверен, что наша кооперенция будет способствовать достижению поставленных целей, усилению роли ботанической науки в решении научных и общеэкономических задач Дагестана и России. Дагестан интересный край для ботаников. В лобе Дагестана интересовались являющиеся ботаники России. 14-й съезд Русского ботанического общества продлится 5 дней. В графике организаторы в последние дни предусмотрели поездку по интересным местам Дербента и Гуниба. Сыгина Тмалаева, Руслан Гаджиев, Рамазан Амаров. Время новостей.